Ну что ж, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам ФН. Сейчас время бизнес-класса, в эфире которого мы встречаемся с успешными бизнесменами. Говорим о том, как строить этот самый успешный бизнес. Уважаемые слушатели, я прежде всего проанонсирую сегодня тему, но достаточно важную, я думаю, для любого человека, который имеет, в принципе, работу. Мы будем говорить о том, как выглядят карьерные ошибки, какие шаги могут испортить вашу карьеру, ну и наверняка каких шагов не надо делать для того, чтобы эту карьеру не испортить. Говорим мы об этом с моим сегодняшним гостем в студии бизнес-класса Михаэль Германсхаузен, генеральный директор рекрутинговой компании «Антал Раша». Добрый день, Михаэль. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Собственно, это понадобится вам наверняка для того, чтобы задать вопросы моему гостю. Еще раз говорю, тема актуальна для любого из нас с вами. Ну что ж, Михаэль, такой вопрос, первый вопрос. Как вы считаете, разговор о карьерных ошибках, ну или другими словами, разговор о том, как правильно вести себя со своим работодателем, актуален, может быть, в рамках текущей экономической ситуации. Я, так сказать, не хочу быть пророком, но мы читаем огромное количество различных прогнозов экономического развития и в России, и за ее пределами. И все они не особенно оптимистичны. А, естественно, некие кризисные явления, как правило, отражаются сразу же в росте безработицы, ну, с проблемами трудоустройства. Как вы думаете, именно поэтому актуально сейчас об этом поговорить, или, в принципе, это вечная тема? Мне кажется, это вечная тема. Мы в своем жизни тратим большинство времени на кровати спим, да, а второе время большинство мы именно тратим на работе. Поэтому все равно мы будем искать. Но спим мы больше, чем работаем, да, я так понимаю? Ну, никто не будет спать и на работе, да. Тогда очевидно, спим мы больше, чем работаем. Я понял, я понял. Ну, то есть не надо, да, рассматривать это опять только вот в спектре ожиданий каких-то ухудшений жизни. То есть эти вещи актуальны всегда. Они актуальны всегда, хотя, конечно, есть связь с экономикой. Если мы помним нашу кризис 2008 года, люди, конечно, гораздо более осторожно относились к смене работы. Тогда их было достаточно трудно уговаривать. Мы уже как хедхантеры ищем и уговариваем людей покинуть одну работу, найти новую работу. И тогда наша работа была гораздо труднее в 2008 году, чем, например, сейчас. А с чем это было связано? Ну, опять, если говорить о 2008 году, то есть уже о времени после кризиса, да? После кризиса, да-да. Сказать, наверное, в конце 2008, с начала 2009 года уже. Я так понимаю, что многие просто потеряли работу, и уговаривать их не о чем было, в принципе. Нет, много людей потеряли так работу, да. Тем не менее, были вакансии, и компании, которые хотели воспользовать именно эту возможность заполнять с новыми сотрудниками. И человек, у которого есть работа, конечно, он беспокоится. Если я сейчас найду новую работу, на новую работу не складывается, и потом ее уволят, а куда я иду потом? И вернуться я уже не смогу, тем более. А, кстати, предложения были более интересные, когда вы уговаривали людей, которые уже где-то работают, да, чтобы они посмотрели в другую сторону. А не какие-то более интересные предложения? По зарплате ли, по условиям ли труда? Да, конечно, мы всегда любим все сделать, что запрещено немножко, да. Запрещено кем? Ну, вот вы помните, как ребенок, когда мама говорила, не надо там это сделать, вы это любили сделать. Так же это в рабочем жизни, когда наши заказчики говорят, что мы хотим человека, который сейчас еще не думает о смене работы, который сидит прямо у конкурента и привлекает там им самые ключевые клиенты. И эта компания тоже хочет эти клиенты. И мы выходим этим людям, они пока еще не знают, что они будут, может быть, через 3-4 месяца в другом месте работать. Это как раз всем интересно, да. И за таких людей, конечно, конкурент и готов платить больше за плата. Это конкретные люди какие-то, да, конкурент знает, что вот в той компании сидит профессионал, его фамилия Иванов, и вот я хочу Иванова, потому что он крут. Он не обязательно знает, что именно Иванов, это, скорее всего, наше задание выяснить, за кем там стоит этот результат. Да, потому что есть результат некий, да, кто-то его делает, надо выяснить, кто его делает, и этих людей к нам, к нам переманить. Да, 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 это примерно чем мы занимаемся, как рекрутеры. Здорово, это здорово, это здорово. Ну, а с этой точки зрения тогда, ну, понятно, да, посткризисное время, конец 2008 года, и люди по известным причинам психологически были не очень уверены в завтрашнем дне, и наверняка на ваши предложения, может быть, не всегда позитивно реагировали. А вот сейчас, когда мы уже далеки от 2008 года, хотя понятно, что в экономике не все очень хорошо, сейчас психологически по-другому человек реагирует на подобные предложения? Да, наши последние данные доказали, что в среднем сейчас люди тратят, вот одна треть наших кандидатов тратит примерно месяц, чтобы сменить работу. Еще одна треть, это занимается примерно около трех месяцев, но за полгода большинство из них, если хотят поменять работу, найдут новую работу. То есть они уже работают где-то, и они же и задумались о том, что вот что-то меня здесь не устраивает, да? Да, неважно, работает или, может быть, и сидят дома, отдыхают, но если они начали искать работу, в течение максимум шести месяцев большинство из них находит новую работу. Большинство, а меньшинство не находит, почему? Меньшинство находит... Не очень адекватны? Ну, кто-то, может быть, неадекватно относится к этому поиску, кто-то, может быть, читает, что он гораздо больше стоит, чем рынок готов ему платить. Много причин, да? Кстати, вот мне кажется, да, чтобы достойно работать и найти, очень важно адекватно оценить, да, собственные возможности, ну и каким-то образом, так сказать, оценить возможности рынка. То есть спрос предложения, да, что в данном случае превалирует, да, на чьей стороне сейчас мячик, что называется, вот это важно. Я так понимаю, что вы, как профессионалы, можете, да, в какой-то момент подсказать человеку, который озадачен поиском работы. Да, мы обязательно объясняем кандидатам, которые, вот очень важная тема заплата, да, очень часто люди приходят, говорят, я хочу столько же, столько же. И мы говорим, нет, это не так работает, мы сходим, сколько у вас сейчас заплата, да, новая компания может быть готов вам доплатить, 10, 15, в самом лучшем случае, может быть, 20, 30 процентов. Но если у вас сейчас 100 тысяч, выходить на новые работы за 200, это, скорее всего, не получится, да, поэтому есть люди, которые откажутся, говорят, ну, мы не готовы вам сказать, сколько у меня сейчас заплата. Человек идет на ту же позицию примерно, да, вот, и он на прежнем месте работы получал, ну, условно говоря, за какой-то, так сказать, обязанности 100 тысяч, он приходит на ту же позицию, да, к другому работодателю и хочет теперь уже 200 тысяч получать. Ну, есть такие люди, да. А почему вдруг? Откуда взялось такой же? Потому что он либо неадекватно оценивает ситуацию, либо он действительно на старую работу гораздо меньше, чем рынок получает, это тоже еще бывает, да, есть разные варианты. Ну, и вы, еще раз говорю, да, вы, прежде всего, вот, ваша задача в данном случае объяснить, да, убедительно, объективно. Мы посредник между работодателем и кандидатом, и наше задание, как посредник, найти именно это средине, где ожидания и предложения встречаются, где готов обе стороны подписать трудовый договор. А если говорить о нынешнем времени, то преимущество сейчас на чьей стороне? На стороне соискателя работы, да, или на стороне работодателя, то есть где больше спроса или предложения? Я только могу именно ответить этот вопрос в нашем сфере рынка. В нашем сфере рынка это персонаж средний и выше звена, в основном люди, которые уже от 5 до 10 лет имеют опыта, и там хорошие эксперты, их сейчас мало, их недостаточно. Поэтому там как раз у человека могут быть 2-3-4 предложения, и он выбирает самое интересное. Если глобально говорить, конечно, у нас есть безработица 6-7%, да, поэтому есть сферы, где больше кандидатов есть, чем работа. А сферы эти каким-то образом они систематизируются или мы так огульно говорим? Ну, имеется в виду, вот есть, условно говоря, да, там топ-менеджеры или профессионалы, да, с большой буквы, а есть менее профессиональные какие-то, да, кандидаты, я имею в виду, да, на трудоустройство, а есть неквалифицированные рабочие места. А вот здесь можно как-то систематизировать? Ну, берите, например, движение, что Россия хочет отойти от тока нефти и газа, поэтому они привлекают очень много производства в страну. И найти человека, который возглавит производство в набережной щельни, который еще владеет английским или французским или немецким языком, потому что это иностранный инвестор, который именно этим уже занимался для конкурентов, не так много людей готов переехать из, допустим, Москвы в набережные щельни, взять свою семью туда. А в набережных щелах такого специалиста найти вряд ли возможно, да? Ну, там что-то не будет хватить, да, либо английского языка нет, либо какое-то профессиональное знание еще нет. Это достаточно трудно в данном моменте. Тем более, везде, как грибы, начинаются заводы в разных точках страны, и везде надо вот этот комплектация, да? Надо руководитель, надо главный бухгалтер, надо достаточно большое количество людей. Ну, то есть, да, сразу такую команду, да, надо готовить сразу для того, чтобы возглавить то или иное производство. Я понял. Михаил, спасибо. Сейчас прервемся, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Михаэль Гермерхаузен, генеральный директор рекрутинговой компании «Антал Раша». Мы обсуждаем сегодня тему, ну, тему, которая наверняка актуальна любому россиянину, любому нашему слушателю, да? Человеку, который пытается устроиться на работу. Как не совершать ошибок, карьерных ошибок, чтобы они, не дай бог, не испортили вашу будущую карьеру. Хорошо. Михаэль, давайте еще раз я напомню. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495 и сайт компании «Финам.фм». Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Михаэль, вопрос такой у меня к вам. Ну, компания «Антал Раша» — это ведь иностранная, я так понимаю, да, организация? Да, совершенно верно. Как давно она на рынке российском? Мы в следующем году будем исполнять 20 лет. 20 лет? Одна из первых, наверное, которая вышла в этот рынок. Ну, мне даже кажется, если уж говорить о профессии, да, вот непосредственно о том, о чем вы занимаетесь, может быть, даже она была и первой такой ласточкой, потому что у нас были наверняка какие-то аналоги еще с советских, да, с советских времен, так сказать, предприятий, которые занимались трудоустройством, да, ну, подходы, наверное, разные, разные все-таки. Да, конечно, она сильно отличается, я думаю, изменилась достаточно сильно за последние 20 лет. Изменилась за последние 20 лет, а рынок Российской Федерации тоже наверняка изменился за последние 20 лет. Появились отечественные рекрутинговые компании, и, соответственно, некая конкуренция наверняка уже сточилась. Вы чувствуете это на своих плечах? Конечно, есть конкуренция, но мне кажется, очень хорошо изменение именно, что есть гораздо больше отечественных кандидатов, да, если смотреть с начала 90-х годов, в очень многих западных компаниях здесь работали сотни тысяч иностранцев, и просто нереально было найти местных сотрудников на этих позициях. И сейчас в большинствах компаниях на директорских позициях, слава богу, можно уже найти местного кандидата, не надо будет уже отправлять какой-то иностранца сюда, а можно найти местного кандидата. Но это упрощает вам жизнь прежде всего, да, если есть альтернатива иностранцу или к спату, как его называют здесь, да, его можно найти достойную кандидатуру среди россиянина. Ну, в том числе, да, конечно, мы можем предлагать гораздо более платфолио, гораздо больше предложения интересных кандидатов. Ну, у нас есть звонки, давайте начнем тогда потихонечку общаться с нашими слушателями. Итак, Юрий, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, вот у меня вопрос про, условно говоря, набережные Челны, да? Вот, допустим, вы ищете директора, но вот как вы объясните такой феномен, что реальные профессиональные навыки и знания, ну вот, именно то, за что надо бы платить деньги, они вообще-то не нужны, вот, а более важно, это насколько модная была компания, в которой ты штанами стул полировал. То есть, другими словами, мне кажется, что у нас до сих пор никто никогда при интервью не оценивает именно практические навыки и знания, и опыт, а оценивает только... Ну, вот работал я в модной компании, значит, я там... Понятно, понятно. То есть, вы пришли устраиваться, условно говоря, в компанию из набережных Челнов, да, и на вас посмотрят с точки зрения вашего опыта, да, вы работали в таком имени, в таком имени, в таком имени, ну, по определению, значит, вы нас устраиваете. Нет, речь идет немножко о другом. Вот я, допустим, ничего не знаю, ничего не умею, но мне повезло по жизни, и я работал, допустим, ну, не знаю, там... Ну, в каком? Я просто в пищевке, в пищевке тружусь, да, ну, например, там, в компании Nestle или как Coca-Cola. Я могу вообще ничего не знать, но меня, скорее всего, возьмут, потому что, допустим, какой-нибудь другой кандидат из какого-нибудь, допустим, там, Бовс на глав сбыта, может иметь на порядок лучшие квалификации, опыт и знания, и реально будет более полезен компания, но его не возьмут. А возьмут, как он, профанно, но и водной компанией. Понятно. Ну, на ваш взгляд, это неправильно, я так понял, да? Ну, а вы как-то не считаете, да. Сейчас мы спросим у Михаила. Спасибо огромное, Юрий, спасибо вам за вопрос. Михаэль, прокомментируйте. Ну, во-первых, существует из вашего опыта, из вашей практики вот подобные, да, взаимоотношения работодателя. К сожалению, гораздо больше компаний и людей сейчас, меньше людей готовы брать риск. Если 10 лет назад еще спокойно брали человек из соседнего отрасли или были готовы брать этот риск, сейчас нанимающий менеджер, он не хочет идти на риск, он возьмет именно такого готового продукта, который проверен у конкурента или этим именно уже занимался. Если получится, если все хорошо будет, ну, хорошо. Если плохо будет, тогда ему говорят, ну, как ты мог знать, работал он в конкурентах, ну, наверное, не повезло, да. А если он как раз наоборот взял на себе этот риск и сказал, вот этот человек, как Юрий сейчас говорил из Тамбова, был классный парень, но он не с пищевкой, он, не знаю, из пива или где-то еще и не получится, тогда, может быть, я еще потеряю свою работу, потому что я взял этот риск и не получилось. Ну, то есть то, о чем говорит Юрий, да, до сих пор существует еще на российском рынке? Это не феномен только российского рынка, да. Это везде так, что люди гораздо меньше сейчас готовы брать какие-то риски на себе. А квалификацию при собеседовании, я не знаю, или там, может, каким-то другим признаком, невозможно квалификацию сотрудника будущего проверить? Потому что вот, опять-таки, как я понял из вопроса Юрия, приходят два соискателя на одной рабочее место, да. Одного за плечами громкое имя, я там работал. При этом Юрий предполагает, что, так сказать, работал-работал, но много не наработал, что называется. А другой имени не имеет за плечами, но у него огромный опыт, у него профессионализм. Вот выявить это на этапе собеседования или, я не знаю, на этапе испытательного срока невозможно? Вы знаете, это как выбрать жену, да, наверное. Вы можете технически все выяснить, да. Вы видите красивые глаза, блондинка, допустим, да, размеры, которые вы хотите. Видите, вот учеба, которые университет закончил и так далее. Но мы же расстанемся не из-за этих квалификаций, 99%. Как раз это все это устраивало. Да, мы закончим наши отношения, в том числе и на работу, из-за людей, из-за характера или что-то, что ты мне очень не нравишься, да. И также, когда проект не получится, работодатель не говорит, что это из-за плохих квалификаций и так далее, так далее. Это обычно что-то между людьми не получается. Ну, если использовать ваше сравнение, то, как обычно говорят в таких случаях, не сошлись с характерами. Да, не сошлись с характерами. На работе такое тоже бывает. Да, да, совершенно верно. Я понял. Спасибо, Михаил. Давайте послушаем еще Константина. Ну, как минимум, я надеюсь, он успеет задать вопрос, а отответим мы его уже после новостей. Константин, день добрый, вы в эфире говорите. Да, добрый день, добрый день. Спасибо, Михаил. Очень много интересной информации и комментариев я его слышал. У меня вот такой вопрос, как раз вы заговорили о рисках. Может ли человек при переходе на новую компанию, да, работать первые месяцы или два, не принося туда трудовую книжку? Убедившись, ну, для того, чтобы убедиться, что это вот то, что ему нужно, что это как раз то, чем он хотел заниматься, а, скажем, его трудовая остается на прежнем месте работы. А, то есть он еще не уволился с прежнего места, да, а уже попытается закрепиться на новом, так получается? Ну, не совсем так. Он, как бы, получается, заканчивает дела на прежнем месте, да, и хорошее отношение с работодателем. Работодатель говорит, слушай, ну, мало ли как в жизни сложится, ну, давай тогда пусть хотя бы, чтобы ты не дергался и не портил себе трудовое резюме, пусть трудовая останется у нас. Ну, то есть работодатель согласен с тем, что он ищет новое место работы, да? Да, да, ну, как вариант, да, как вариант. Или, например, говорит, ну, ты такой классный, что если вдруг тебе не понравится, ты можешь вернуться, можешь даже попробовать там у них месяц-полтора поработать, а трудовая может полежать у меня. Но меня вопрос другой интересует, может ли он прийти вот в новую компанию работать, не отдавая туда трудовую книжку? Ну, то есть исключительно юридическая сторона, да, вас интересует, хотя, спасибо, Константин, да, да, говорите. Да, юридическая, практическая, вот такие случаи бывали, и как это вот происходит, обычно. Понятен, понятен вопрос, хотя, если позволите, я прокомментирую, вот эту идеальную картину нарисовал Константин, я не знаю, бывает вообще в природе такая, да, такие примеры, что я работаю на одном месте, причем я обратил к своему работодателю. Если возьмем наши предыдущие приметы, называется измена, да? Вы еще со старой женой, а с новой женой или подружкой вы попробуете. Если не получится, ну, идете обратно к старой. Причем жене-то я рассказал об этом, ты знаешь, у меня вот там есть замечательный какой-то вариант, давай я попробую, если нет, я вернусь, трудовую не буду. Юридически. Михаил, прошу прощения, надо прерваться, послушать новость, и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему карьерных ошибок, какие шаги могут испортить вашу карьеру, чтобы не делать их. Для этого мы сегодня и затеяли наш эфир. В гостях у меня Михаил Германсхаузен, генеральный директор рекрутинговой компании «Антал Раша». Ну и вернемся к вопросу Константина, вот забавный такой, на мой взгляд, все же прозвучал вопрос. Ну понятно, может быть, действительно, ситуация эта маловероятна, да, маловероятно, вот. Но, с другой стороны, человек, который приходит на новое место работы, устраивается, вряд ли, да, сможет он обойтись без оформления по трудовой книжке. Да, совершенно верно. Если он хочет заплату получать, если он хочет быть защищенным русскому трудовому законодательству, не получится это делать без трудовой книжки. С другой стороны, что я согласен, что надо максимум информации собирать по новой работе. Даже если это означает, или если есть такая возможность, делать один, два, три пробные дни на эту работу, еще не оформляя на работу, может быть, взять отпуск со старой работы, чтобы действительно познакомиться с вами новыми сотрудниками, с вами новыми подчиненными и так далее, начальниками. Потому что очень часто бывает, что мне на собеседование одно говорят, я прихожу, вдруг даже не поставили компьютер, нет телефона, или просто дает телефон и говорит, работай, да. И никто даже не предупрежден. То есть договаривались о другом, а по факту, да, получается какая-то другая история. Да, да, очень часто из-за этого и люди покидают работу в первых двух месяцев, или не достигают своих заданий, поэтому очень рекомендуют по максимуму собирать информацию до этого. Сейчас можно это очень легко сделать с многими там фейсбуками и так далее. Пообщаться, да. Ну, самое главное, что, значит, на вопрос Константином ответили, самый главный вот подход, да, которым сейчас говорите вы, Михаил, то есть это возможно, я еще работаю, да, у меня еще есть работа, я уже задумался о том, чтобы найти новый, взял на работе отгул или там какой-то небольшой отпуск и пошел протестировал эту самую новую работу, насколько она меня удовлетворяет и соответствует вот этим моим ожиданиям, да, когда... И ваша цена будет гораздо выше, чем если вы полгода дома сидели. Вы как объясните новым работодателям, что на самом деле я просто 6 месяцев дома сидел, где мне надо было отдыхать и так далее. По-любому ваша цена будет ниже, чем если вы из конкурента переходите, допустим, или еще работаете. Но, с другой стороны, я 6 месяцев не просто сидел, я искал эту работу. Так случилось, что с предыдущей работы я ушел как-то... Ну, а встречный вопрос, почему вы это заранее не видели, почему вы не 6 месяцев раньше начали, да? Ну да, это вопрос на засыпку, что называется. Потому что если я скажу, что меня уволили по статье, да, это наверняка не будет, так сказать, плюсом в мой адрес. Почему нет? Почему... Нет, я не рекомендую здесь врать, если действительно есть причина, почему меня уволили, сокращение или что-то еще. Ну, та самая, не сошлись с характерами, это убедительно прозвучит. Не сошлись с характерами, да, вот здесь возьмите телефон, звоните моему начальнику, он будет вам сказать вот это, 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 звоните еще этому человеку, он вам говорит наоборот, и вы сами создаете себе свое мнение, почему нет. Я уверен, за 10 лет, которые я работал в этой компании, принимая в наш Антал-Раша, принимая люди на работу, уволили люди на работу, есть люди, которые меня любят и люди, которые меня ненавидят. То есть надо нужный телефон просто дать? Ну, например, да. Я понял, хорошо. Ну и, Михаил, давайте поговорим уже в деталях, хотя, собственно, я так понимаю, мы в этом направлении движемся. Какие характерные, стандартные карьерные ошибки, которые вот вы с высоты вашего профессионализма не советовали бы делать, какие шаги не советовали бы делать для того, чтобы действительно не испортить карьеру на предыдущем ли месте работы или на будущем месте работы, да, что здесь более... актуально? Ну, в поиске работы мы уже начали говорить, да, я не очень рекомендую уходить с одной работы и еще не начиная поиск другой работы. Это всегда рискованно, вы никогда не знаете, когда следующий кризис начинается и, может быть, вдруг не получится. Врать мы тоже обсуждали, не рекомендуем, особенно если речь идет о заплате. По-любому новый работодатель, если у них все чисто, белый бухгатырь и так далее, через 2НДФЛ и так далее, он по-любому узнает, сколько у человека было заплаты. Тем более мы очень любим здесь, в России гораздо больше еще общительных сотрудников о заплате говорить. А по поводу, вот, приукрасить, что называется, то есть я могу прийти к новому работодателю и на его вопрос, а сколько ты получал на прежнем месте, да, сказать другую цифру, немножко отличающуюся, да, от предыдущего. Ну, я не рекомендую это делать, потому что это все равно как-нибудь выкликут. Может быть, вам повезет, и никто об этом не узнает, и вы немножко дополнительные деньги получаете из-за этого. Но, тем не менее, это не очень нарушенное начало на работу, когда вы приносите ваши документы, и вместо этих 100 тысяч заявленных, которые у вас на старой работе были выяснится, у вас только 30 было, да? Ну, да, это некрасиво, да? И опять создает некое, да, в дальнейшем непонимание в отношениях, как правило. Ну, представьте себе женщину, которая выбирает себе мужа, да, и муж говорил, мне 100 тысяч, а выяснится, что он хочет жить на кармане жены, потому что у него на самом деле нет денег. Да, обман это некрасиво. Нет. И уж тем более в семейных отношениях. Хорошо. Дальше, какие еще стандартные ошибки, да, вы бы могли сейчас назвать. Ну, вот, собственно, одна из, наверное, актуальных вещей, это люди, которые слишком часто меняют работу. Это тоже, наверное, не очень правильно. Почему? В целом, если смотреть на западные рынки, мы ожидаем, что в дальнейшем людей не будет уже по 10, 15, 20 лет работать в компании. Немецкий средний срок в одной компании сейчас 12 лет, да, 12 лет. Если смотреть, что в Америке сейчас творится, говорят, что в ближайшие 5-10 лет, когда человек будет исполнять 35 лет, он уже имел 10 разных работ. Не знаю, это хорошо или плохо, но мы все равно двигаемся гораздо по более проектным работам, потому что время очень быстро поменяется. Это не обязательно. Очень хорошо, если я могу делать карьеры именно внутри компании, если я могу доказать, что я начал именно как рядовой сотрудник, и меня повысили, чем каждый год поменять работодателя. Это действительно трудно объяснить, почему мне каждый год что-то изменило. Да, может быть, реальные причины, но тогда встречный вопрос обладатель будет, почему вы заранее это не проверили, почему вы не узнали, что это могло бы быть, может быть, проблема, что закрывает это направление, или дурацкий начальник, или что-то еще. Но вы могли бы это в процессе выяснить заранее. Если вы это при выборе работы не делаете, как вы будете это делать, когда вы для нас найдете нового клиента или нового поставщика, вы так же недоверительны будете его выбрать. Они делают свои выводы и... И расстаются. Да, да. И расстаются. А, кстати, вот этот тренд, да, вы говорили о Европе, о Германии, об Америке, что там люди достаточно часто сменяют работу, он может и к нам прийти со временем. Ведь это, я так понимаю, не связано с какой-то психологической составляющей, да, человек, который постоянно с одного места на другое переходит, а именно с вот с этой действительностью, да? Мне кажется, это уже вопрос нового поколения, которое совсем по-другому мышляется, да. Мне 37, и я уже очень много не понимаю, что происходит именно в возрасте 20-25 у людей. Поэтому, наверное, это вопрос поколения нового, которое растет. Ну, то есть это не хорошо или не плохо, да? Мы констатируем факты. Это данность, да. Это данность, и, скорее всего, надо будет к ней привыкать. Хотя вот то, о чем мы говорим, да, такой был еще при советских временах, такой был смешной термин «попрыгунчик». Да, это человек, который менял очень часто место работы, не задерживаясь нигде, но это все-таки термин ругательный, да. Ну, а сейчас это все-таки связано с некими, с некой данностью, да. Вот такое время у нас. Высокотехнологичное, может быть, по этой причине еще, да. Или вы правильно сказали, что сейчас работа связана с выполнением неких конкретных задач, да, конкретных проектов. Проект завершен. Все, ребята, спасибо. Пойдем дальше. Да, ну, я вам рекомендую вот тоже смотреть, с кем у вас будет встреча, если это человек из старого поколения. Ну, старый. Вот я уже старый, да, если вот так говорить. Да, из старшего поколения, он это не понимает, и он будет все равно не взять человеку этого. Ты ему не расскажешь, да, не научишься. А новое поколение, оно гораздо более открыто к этому будет, и почему бы нет, да, он может объясниться и так далее. Вот если такой новый руководитель будет, он готов брать человека. Прыгунчика, да, как вы говорите. По прыгунчика. По прыгунчика, да. Ну, в данном случае надо сказать уже по прыгунчика в хорошем смысле. Да. Хорошо. Еще один вопрос, Михаил. Смотрите. Человек, ну, мы рассуждаем с вами с точки зрения, да, человек, который ищет работу, да, который желается трудоустроиться, вот для него выбор того или иного места, будущего места работы, он мотивируется какими-то разными, наверняка, параметрами. Одно из них, ключевое, может быть, даже, ну, или достаточно важно, это уровень заработной платы. А что дальше, если список какой-то составить, вот что должно быть, да, наиболее важным при выборе нового места работы? Может быть, даже по каким-то приоритетам? Да, мы спросим каждый год наши кандидаты, что важно, как-то вы поменяете работу. К сожалению, заплата сейчас уже не на первом месте. К сожалению? Нет, извините, слава богу, он уже не на первом месте. Да, спасибо за поправку. Он был пять лет назад еще всегда, ежегодно на первом месте. Сейчас он упал на второе или даже иногда третье место. На первом месте это, конечно, карьерные возможности или именно содержание работы, да, чем я буду заниматься. Если она интересна, если я каждое утро прихожу на работу и не думаю, когда же у меня будет пять или шесть часов, чтобы идти домой, чтобы успеть на электричке, это хорошо для дальнейшего развития, это людям интересно. Конечно, в Москве есть еще дополнительные факторы, как, например, место, где офис находится, если человек на севере, чтобы добираться, конечно. Химка живет, он не будет работать в теплом стане. Хотя все его там устраивает, да? Да, да, да. Все устраивает. Если именно такая же работа на севере появится, он все равно будет ее брать на севере и попрощается с своей хорошей работой на юге. И, наверное, тоже очень важно, снова мы уже это говорили, мои началства, да, с людьми, с которыми я буду работать. Если здесь нет никакого понимания, взаимопонимания, плохое отношение от руководства, я там долго не буду работать. Ну, с другой стороны, смотрите, о географии все понятно, да? Действительно, если я живу в одном конце Москвы, а работу мне, хорошую работу предлагают в противоположном, я, скорее всего, от нее откажусь, потому что мне просто неудобно, да? Это и действительно в физическом смысле неудобно. Это может быть накладно, если я, так сказать, езжу, да, там, на общественном транспорте, пожалуйста, можно посчитать, сколько это мне выйдет, или там на личном, соответственно, бензин. Уровень зарплаты тоже во многом понятен. Ну, ожидание карьерного роста или какие-то, так сказать, ожидания самореализации, это уже вещи, так сказать, да, более широкие какие-то, их сложно просчитать, наверное, сразу. При сиюминутном вот общении, да, и при трусах. Мы, как рекрутеры, отличаемся от хорошей причины смены работы и плохих причин смены работы. Хорошая причина, это для нас, когда человек не мог себе реализировать на старой работе. Если человек только поменяет из-за маленького заплаты, это для нас плохая причина, потому что заплату можно легко поднимать, человек может и на старой работе еще получать так называемый каунтер-оффе и там оставаться. Для этого просто он должен быть, да, тем профессионалом, да, которому эту зарплату поднимают. Например, да. Да, если ему предложить такое не поступило, то уже вопрос возникает. Еще раз прервемся. Новости на Финам.фм, потом продолжим. Что ж, друзья, мы продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня у меня в гостях Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор рекрутинговой компании Антал Раша. Ну и как профессионал он объясняет нам с вами, уважаемые слушатели, как правильно вести себя при возможном переходе на новую работу, при поиске этой самой работы, как не совершать неких неправильных шагов, которые могут в дальнейшем испортить вашу карьеру. Ну или просто, да, что надо сделать, чтобы эту достойную работу найти. Набор, кстати, да, вот этих параметров по каким причинам, да, или по каким свойствам выбирается эта самая работа, мы только что озвучили, да. Туда входит, ну опять я без, так сказать, без приоритетов, туда входит удобная география, туда входит достойная заработная плата, туда входит... Правильный начальник. Да, возможность самореализации, да, карьерный рост все-таки немножко другой, а самореализация это то, что наверняка, да, для каждого профессионала имеет ключевое значение, потому что просто просиживать станы за достойную даже зарплату и в недалеком удалении, да, в близкой доступе от дома, наверное, тоже не очень, не очень правильно. Хотя многие, многие, многие на это соглашаются. Ну и, естественно, да, достойное окружение, общий язык с начальником. Вот, кстати, по поводу этого самого, так сказать, взаимоотношений в коллективе. Сложно на этапе собеседования все-таки прощупать, да, что у меня за начальники, что у меня за сотрудники будут, насколько я вольюсь в этот коллектив, потому что нужно повариться, наверное, какое-то время. Для этого, кстати, может и испытательный срок существует. Ну, здесь, мне кажется, люди очень часто делают ошибки, не задавая этого вопроса. То есть при собеседовании можно этот вопрос задавать? Да, мы видим человека, который приходит из собеседования, говорит, вот тот компания, эта компания, где сегодня было, это была мечта, я хочу там работать. И через неделю он идет на второй тур, там будет встреча с другим человеком, и он вернется и говорит, это такая ужасная компания, я там в жизни не хочу работать. Что изменилось? Это только другой человек был. И мы очень часто просто забываем задать вопрос, почему человек из этой работы ушел, да, вот я заменяю человека, почему он ушел, с кем я буду работать, почему здесь люди работают, что вы от меня ожидаете и так далее. Вот такие для нас, они, кажется, базовые вопросы. Мы очень часто забываем, когда мы на собеседовании находимся и, может быть, стесняемся, что мы... Ну, может быть, действительно, вот я представляю сейчас эту сцену собеседований, вы приходите, ну, может быть, не всегда это так, но очень часто вы приходите в роли некого просителя все же, да, и, как правило, отвечаете на вопросы в основном, причем иногда достаточно строгий собеседник, да, со всех сторон вас осмотрел, смотрел вам в глаза, послушал, как вы говорите. Ну, то есть, вот такое, какое-то шкалярство сразу, ощущение шкалярства возникает, вот на экзамене на строгом. И в ответ задавать вдруг вопросы, да, типа того, а кто у нас начальник, да, а что это за люди, а что вы от меня хотите, как, да, какой коллектив у нас, наверное, бывает просто неловкая. Или, может быть, это неправильная неловкость, неуместная? Мне кажется, это как раз показывает, адекватный у вас начальник будет, или адекватный подход в этой компании. Если компания не понимает, почему человек задает такие вопросы, наверное, для меня это не было бы правильной работодатей, да. Представьте, вы идете на позиции закупчика, и вы просто все верите, что вам говорят, да. Вот вы недолго будете длиться в этом работе, и вы будете всегда по самым высоким ценам закупать товары, потому что не справляетесь с заданием. Кстати, замечательно, да, вот Михаил сейчас заговорил о позиции закупчика, ведь мы забываем, что рынок труда – это рынок прежде всего. Там есть и покупатель, и продавец. Ну, может быть, они там периодически меняются ролями своими, кто-то сегодня покупатель, кто-то сегодня продавец. Вот. И это такое достаточно классическое взаимоотношение, да, то есть надо найти некую золотую середину, условно говоря, которая всех устраивает. Совершенно верно, да. Вот как традиционно складываются эти взаимоотношения на рынке труда? Кто задает вопросы, да, или кто в какой момент задает вопросы, как строятся беседы, это можно каким-то образом сейчас это продемонстрировать? Но сейчас есть, например, возможность собеседования по компетенциям мы сделаем, да, когда клиент говорит, мы хотим человек не просто по этим техническим вопросам выбрать, мы хотим еще выяснить, насколько он, например, способен работать в команде. И когда вы выясните по компетенциям, насколько человек именно это имеет, вы задаете совсем другие вопросы, которые вы до этого подготовьте. Вы, скорее всего, будете выяснить, как человек в определенной ситуации реагировал, дома или на работе и так далее. Из-за этого вы делаете свои выводы, и очень часто вы узнаете очень много интересных сюрпризов, когда вы не просто чисто ходите по резюме, а задаете вопрос, вот когда вы в эту сложную ситуацию попали, как вы реагировали? Вы с точки зрения работодателя сейчас рассказываете? Ко мне пришел на собеседование некий соискатель, и вот я пытаюсь его со всех сторон прощупать, что называется. Да. А как ведет себя? Ну, опять, собственно, задача простая, если мы заговорили о рынке. То есть каждому из сторон, каждой из сторон, надо уметь себя продать. В выгодном свете, видимо, да. Ну, я не думаю, что надо лукавить, но, тем не менее, какие-то лучшие стороны предложить. То есть, вот человек пришел устраиваться на работу, что он должен продемонстрировать прежде всего, чтобы, соответственно, у работодателя благоприятные впечатления выяснить? Он должен быть уверен в себе, он не самоуверенно должен быть, да, сверхуверен. Тонкая грань, да? Тонкая грань. Но он должен быть уверен, и все, что он говорит, это должен быть именно касается работы, куда он хочет идти. Если о все и в мире, и всю жизнь говорит, да, это работодателям не очень интересно. Да, это должен, конечно, относиться к будущей работе. Наверное, это две ключевых вещи. И я думаю, если я могу еще, ну, не хвастаться, и все равно я могу показать какие-то результаты всей своей старой работы, что я там именно хорошо сделал, это тоже всегда помогает. Ну, это логично, да, наверняка. Ты же приходишь уже с багажом каким-то за спиной, да, и, естественно, твоему работодателю. Тем более, если ты приходишь в компанию похожего профиля, то наверняка твоего работодателя. И подготовка очень важна, тем более сейчас это так легко, вы идете в Google или в Яндекс, наберете именно фамилию человека, с которым у вас будет собеседование, и вы будете знать об этом человеке гораздо больше за полчаса, чем, может быть, даже его жена знает. Поэтому подготовьте себе, и собеседование будет гораздо меньше стрессовое, потому что вы очень много разных общих хобби найдете, да, точек соприкосновения. Да, 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 да. Это сейчас очень легко делается, даже еще в метро. Работает же у нас сейчас интернет по дороге, на сепседовании. Но обязательно надо подготовиться. Понятно, понятно. Хорошо. И еще разок, если можно, мы уже с вами обсуждали, Михаил, эту тему. Давайте еще разок мы посмотрим на регионы. Вот проблема, да, с формированием, ну, достаточно большого пласта, я так понимаю, профессионалов в регионах. Российской Федерации все-таки наблюдается. Связано это, ну, понятно, с чем. С дефицитом кадров профессиональных в регионах. Кстати, опять, если вспомнить 90-е годы, то многие профессиональные кадры в Российской Федерации замещались иностранцами. Да, потом вы говорите, этот акцент уже изменился, слава богу, уже в сторону россиян. А вот в регионах, да, как это обстоит? Ну, сейчас, наверное, можно это сравнивать, как вы сейчас начали, если иранцы здесь были иностранцы, и сейчас они стали русские. Сейчас вот люди из столицы, из Питера, из крупных городах именно переедут в регионы. То есть они, в общем, если иностранцы, да? Да, они как, ну, не иностранцы. Ну, понятно, мы понимаем, о чем говоришь, да, да, да. Это действительно есть такая тенденция, потому что очень часто определенный опыт нельзя там найти. И определенный опыт, и совсем другой подход. А другой подход с чем связан? Не могу сказать, я три дня назад вернулся из Кавказа, мы подняли на Эльбрус, да, на горы. И обслуживание там, оно до сих пор еще ужасно, да, там нету сервисной культуры. Очень милые люди, очень классное место, но про сервисную культуру они вообще ничего не понимают. Зачем к нам приехать? Ну, вы не обязательно не приезжайте, если вам здесь не нравится, да. И там действительно надо именно туда отправить люди, которые знают, как это работает, их обучать. И потом они через 10 лет будут тоже смеяться, почему мы себе так вели 10 лет назад. Вот стандартный пример, да, который в регионах бывает. Понятно, то есть там нет просто действительно, да, вот некой базы, что называется, надо что-то начать. Ну да, что на вас орут в ресторане или странные вещи происходят там, которые... Вот другой пример я вам привожу. Вот пять лет назад мне было страшно идти в Спербанк, потому что там тоже на вас орали. И когда ваша очередь уже дошла, выскочила какая-то бабушка и сказала, вот я здесь тоже занимал очередь. Я говорю, нет, вы же там стояли. Нет, я в трех местах стоял в очереди, да. Я не мог это понять. Вот сейчас идет в любой Спербанк и нету уже такого, да. Полностью поменялось вид обслуживания. В какой-то степени ментальность даже поменялась. И ментальность поменялась, хотя очень часто тоже самые люди сейчас там работают. Но они поменялись. Они поменялись. Ну правильно, что в такой среднесрочной, долгосрочной, стратегической, чтобы человек сознание изменил, для этого все-таки время нужно. Мы не можем это сделать здесь и сейчас, как говорят. Нет, это несколько поколений для этого нужно. Кстати, если говорить опять, да, вот об этом изменении российского рынка труда, где были сначала очень большое количество иностранцев, потом они логично заменялись. Это прошло-то уже 20 лет все-таки, это серьезный срок. Да. Примерно то же самое наверняка пройдет и в регионах, да, прежде чем вот это вот логичное замещение. Ну и если это дальше думать, появятся такие люди, как я, да, которые сейчас здесь живут почти как русские, да. Единственная разница, что у меня, может быть, нет русского паспорта. И также, может быть, в дальнейшем будет с москвичами или с питицами или с больших городах, которые переедут жить в регионах и там останется. Потому что там, конечно, тоже, если все будет, получится хорошо и приятно жить. Конечно. Очень много красивых мест в стране. Безусловно. Единственное, что я вдруг вспомнил, да, опять мы говорим о географии, но уже не географии Москвы, да, с точки зрения поиска работы, а географии нашей обширной родины, да, когда ты переезжаешь из Москвы в Подмосковье или там, может быть, ближайшую какую-то область, Владимирскую, Рязану, это одно. А когда ты переезжаешь на Дальний Восток, да, за многие тысячи километров. Здесь тоже очень много сильно поменялось. Если взять мой пример по Эбрусу, я был очень удивлен, в нашей группе был парень из Дубая. Есть сейчас прямый рейс минеральной воды Дубая. Такого не было пять лет назад, да, поэтому скоро можно и в многих маленьких городах, не через Москву лететь уже на прямой месте. Что было бы удобно, действительно. Да, да, да. Да, да, да. Потому что странно выглядят многие маршруты сейчас в Российской Федерации, которые, как правило, абсолютно нелогичны, но тем не менее на Москве. Уже гораздо меньше централизованная страна стала. Совершенно верно. Ну что ж, поживем и увидим. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Михаэль. Уважаемые слушатели, мы будем заканчивать. Итак, мы обсуждали сегодня карьерные ошибки, возможные карьерные ошибки, какие шаги могут испортить вашу карьеру. Об этом абсолютно квалифицированно рассказал мой сегодняшний гость Михаэль Германсхаузен, генеральный директор рекрутинговой компании «Антал Раша». Огромное ему за это спасибо. Ну, я надеюсь, собственно, дошел посыл, Михаэль, до вас, уважаемые слушатели. Спасибо вам за внимание. Как всегда, мы встретимся завтра в это же время. Успехов в бизнесе. До свидания.